Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем цикл наших выпусков «10 шагов к созданию телевизионного сериала». И сегодня мы разберем шаг третий – договор с телевизионным каналом. У нас в Казахстане почти все телевизионные каналы закупают сериалы. И государственные каналы, и коммерческие. И, конечно, по большей части, государственные каналы закупают больше, потому что у них есть программа по развитию этой индустрии. Это, во-первых. Во-вторых, у них министерство также заказывает сериалы, которые они потом показывают в эфире. Но нужно учитывать, что у каждого канала есть своя особенность. То есть свои темы какие-то, свои подходы к сериалу. То есть в Казахстане каждый телевизионный канал, в принципе, придерживается определенной линии. Это касается и производства сериалов, и касается тем, форматов, жанров и так далее. Но есть один жанр, который царит на всех каналах. Это мелодрама на казахском языке. Почему формат мелодрам на казахском языке удобен каналам? Ну, первое, потому что его смотрят, потому что у них стабильный рейтинг. А второе, потому что им удобно ставить эти сериалы по своей программной сетке. И третье, потому что они не так сложны и не так дорого их производства. Но если смотреть за рамками царицы наших сериалов, форматов наших сериалов в Казахстане, мелодрама на казахском языке, то в других жанрах у каналов у них есть у каждого свои особенности, своя политика. Ну, значит, первый канал Евразия, мне кажется, вообще не заказывает сериалы. Возможно, я ошибаюсь, но на моей памяти я не помню, чтобы выходил какой-то сериал, который был заказан на локальном рынке. В КТК у них выходили в основном такие сериалы с криминальным уклоном, про спецслужбы, детективы определенные. Но у КТК есть своя особенность. Они не очень много, что заказывают продакшн студиям. Они очень часто используют свои ресурсы, то есть сами производят, либо привлекают только продюсерские команды для производства сериалов. Если брать 31 канал, то это коммерческий канал. Понятно, что они в своем направлении, так же как СТС, это просмотр сериалов для семьи. Поэтому они часто заказывают ситкомы. Продолжают линию СТС, так как дочерняя компания, поэтому заказывают ситкомы. КТК – это, в принципе, наш канал, который прототип ТНТ. То есть они ретранслируют проекты ТНТ. Из локальных сериалов – это тоже ситкомы, юмористические сериалы. Понятное дело, что на них тоже выходит мелодрама на казахском языке. Но они больше с таким молодежным направлением. Телеканалы Хабары, телеканалы Казахстан. Между ними тоже есть отличия. Но, в принципе, в основном это упор на определенные диалогемы. То есть они раскрывают сельскую жизнь очень часто, исторические какие-то проекты. Ну, все то, что должно просвещать людей. Медицина, здравоохранение, здравоохранительные органы и так далее. Потому что государственные каналы, они, как сказать, учат людей светлому и разумному. Телеканал Казахстана, по моим ощущениям, все-таки это ближе к каналу, который ориентируется на казахоязычных женщин. Они делают и программы такие для женщин, и сериалы тоже у них достаточно большие. Опять-таки мелодрамы, достаточно высокие рейтинги у этих проектов. Значит, седьмой канал – это тоже коммерческий канал. Они бывают делать свои проекты и проекты министерские, которые на определенные темы. Но «Семерка» – это такой канал, который идет за тем, что интересно. И канал «Алматы», у них тоже в основном проекты, которые либо они освещают город, городскую жизнь, либо они делают проекты от министерства по различным тематикам. То есть, когда вы взаимодействуете с каналом, когда вы подаете заявку и потом пишете сериал, вы должны понимать клиента, его основную генеральную линию. Теперь мы переходим к договору. После того, как вы уже показали им весь материал, который им был нужен, то есть каналу, и канал хочет с вами работать, вы убедили канал, что вы надежный производитель, что у вас все получится, вы заключаете договор. Честно говоря, не нужно питать много иллюзий. То есть, скорее всего, договор, который составите вы, он не будет принят во внимание, потому что в данном случае канала придержится своих шаблонов. И, в принципе, этих шаблонов не надо бояться. Надо очень внимательно изучить этот договор и по всем пунктам, которые вас интересуют, обязательно вступить в разговор, то есть обязательно вступить в переговоры с каналом. Не бойтесь того, что если вам что-то непонятно, это значит, что вы показываете свой непрофессионализм. Договорам нужно подходить очень тщательно. Но просто вы имеете в виду, что, скорее всего, этот договор уже был заключен с множеством продакшн-студий. И по каким-то ключевым вопросам он не будет меняться. Если есть что-то там неприемлемое для вас абсолютно, то вам лучше не соглашаться, потому что впоследствии, я вас уверяю, канал будет действовать строго по договору. Вы можете общаться с классным креативным продюсером, с программным директором, с руководителем канала, который поддерживает вашу креативную идею. Но когда вы будете сдавать этот проект, вы будете общаться с финансистами, с бухгалтером, с юристом. Они не разделяют, может быть, вашего восторга. Им нужно, чтобы все по договору было правильно. Поэтому к этому нужно подходить тщательно. Тем более, если это касается государственных каналов, когда вы заключаете договор, ну, вам кажется, что договор будет через неделю, поэтому мы уже что-то начинаем делать, мы уже начинаем торопиться, будьте готовы к тому, что договор может подписываться достаточно долгое время. Ну, то есть он может подписываться неделю, две, три, может быть, руководителя нет на месте. Вы должны быть к этому готовы. Вы не должны возмущаться, не знаю, впадать в депрессию, думать, что все пропало, почему они так не подписывают, может быть, что-то случилось и так далее. То есть это может быть просто, потому что это большая, огромная машина, в частности, телеканал Казахстан, телеканал Хабар, то есть там вполне может быть. До заключения договора не делайте никаких существенных расходов на свои деньги и так далее, потому что, ну, обстоятельства могут измениться, договор вдруг действительно не подпишут, поэтому вы просто спокойно ждете, вы можете делать какую-то подготовительную работу, которая не требует больших расходов, и только тогда, когда вы подпишите договор, возможно, вам нужно будет, ну, то есть если это нужно, по вашему КПП вы составляете КПП и уже, может быть, нанимаете каких-то людей предварительно, в частности, кастинг-директора, локейшн-менеджера, исполнительного продюсера на первом этапе, чтобы вы уже начали готовиться к вашему проекту. Очень важно, чтобы проект первый был, ну, все проекты должны быть успешны, но ваш первый проект с юридической, с экономической, с финансовой точки зрения, он должен быть успешно проведен. Это очень важно, потому что даже если у вас будет классный, классный сериал, но у вас будут проблемы с оформлением, с документами и так далее, потому что, например, вы считаете, что это не самое важное, это не так. Это очень важная штука, потому что с того времени, как вы заключили договор, вы стали продюсером, и у вас отношение теперь компания с компанией, и вы как компания должны тоже держать марку. Если вы уже подписали договор с каналом, то вы можете себя поздравить. В принципе, с этого момента уже начинаются определенные реальные действия. У вас уже есть обязательства, вы уже должны снять этот сериал в тот срок. Канал уже должен заплатить вам те деньги, которые по договору, либо там предоплату, либо вы сами финансируете этот сериал. Немаловажные пункты в договоре – это финансирование проекта. Там тоже есть различные схемы. Бывает так, что канал делает предоплату 30%, потом оплату разбивает на транши, основная часть которых оплачивается после того, как вы сдаете уже готовый сериал. Поэтому нужно иметь в виду, нужно очень хорошо рассчитать свой финансовый план. Возможно, в середине проекта у вас будут какие-то временные промежутки, в которых вам нужно будет складывать собственные деньги. То есть у меня так было довольно-таки часто. либо канал, бывает, заключает контракт с продакшн-студией, когда он платит только уже за готовый сериал. То есть он подписывает договор, но платит только за готовый сериал. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, а где я возьму деньги, чтобы финансировать? Ну тогда канал вам может задать вполне резонный вопрос. Вы же продакшн-студия, вы же бизнес, вы же компания. И вот поэтому вы как продюсер должны найти будете выход. Но это в принципе, если у вас есть договор, если вы способный продюсер, это не должно вызывать у вас каких-то определенных проблем. Но если вы уже подписали договор, то с этого момента уже начинаются реальные действия. С этого момента уже появляется обоюдная ответственность. У вас ответственность сделать хороший сериал. У канала ответственность по оплате этого сериала, показывал в эфире. И если этот сериал ждет успех, вы будете довольны друг другом и можете работать дальше. А сериал этот вы можете показывать уже другим каналам, как пример вашей успешной работы. Это был третий шаг из нашего цикла «10 шагов к созданию сериала» в нашем видеоблоге «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Удачи!